Пиво классическое. А ты про ужин. Таможенным советую сейчас мне делать еще нечего. Хмелёв классическое. Хмелёв. Где же, сука, делается этот загадочный Хмелёв? Не, если честно, я впервые вообще встречаю пиво, которое нигде, подожди, где хмелёв. Подвале. АЕ! Рязань! Это Рязань, Михайловское шоссе 67. Ну, короче, сюжет. Приезжайте. Оно очень жено ценником. 69,99. Да, 70 рублей. 70 рублей хмелёв. Так, ладно, продолжаем, в общем, тему светлых лагеров. Пьём хмелёв за 69 рублей, кружечку чешки. Я же подумал, что цена в евро. Смотри, вот это стоит 70, вот это стоит 40. Но я это прям бомбую. И не спрашивай меня, почему, что хмелёв будет гораздо хреновее. А Эльфис с пятерочек подрезать на 2 часа. Да насрать! Что может быть хреновидом? На, насрать! Кружечку чешку. Кстати, дизайн, что остальные купюры. Кружечку чешку 4,3, вот это вот 4,0. Швейх отстраняем, да? Дизайн. Андрей, не смотри в глаза. А вот это? А вот это? Посадов прям дизайн. Вот это вот московская пивоваренная компания. Кстати, мы покручиваем пиво, которое... Ну, то есть, наш. Не знаю. Мне просто нравится московская пивоваренная компания, потому что чаще всего... Смотри, мы тут с тобой сидим и работаем. А вот на задворках происходит вообще просто эротическое сынокормление. Выкинь, пожалуйста, так. Так, ладно, ребята, всё хорошо. Давайте, в общем, короче, всё-таки мы вернемся к нашим баранам. Мы сначала с вами выпьем очень слабенького пива Кхмелёв. Рязан. И просто будьте готовы, будьте готовы. Потому что серьезно, важно прям очень серьезное испытание. Потому что это... Да, мы просто его пили на прошлом обзоре. Я отдала это пиво. Живое осталось? Я просто пробовала это, конечно, но хуже этого. Вот смотри, мы сейчас просто его пьем ради контента, чтобы люди оценили наши жертвы, наши мучения. То есть, когда мы были в прошлый раз... Я чувствую себя, собственно. Да, кстати. У тебя сейчас стигмат еще проявится, подожди. Давай, я тебе прям просто, вот знаешь, вот на этим лоток. Ну что, поскольку как бы я главная мученица, я себе любую ее, типа. Я надеюсь, что... Я надеюсь, что зрители оценят. Поставить? Давай пока его оставим здесь, чтобы потом... Не будем. Я надеюсь, что нельзя оценить мою жертву. Пахнет оболоня. Ты что, есть что? Да, действительно, действительно оболоня. Прям чистится Украина. Сидят прям такие, прям эксперт, вообще пахнет оболоня. Пахнет хуйней, простите. Да, пахнет хуйней. Пахнет подмышкой. Даша, как часто ты не пишешь, что подмышкой подмышкой. Да, носками стоять, потому что подмышкой нам еще сильнее пахнет. Ну что ж, знаете, цветочный вкус. Даже не споря, запах. Вкусняшка. Это вкус достаточно родной для отечественного. Я бы не хотела привыкать к такому вкусу. И тем не менее. Но он не прям пухает. Я напомню, что хмелев стоит 70 рублей. И я считаю, что... Да там хуйня 7 страны еще. Что еще из-за этого? Как импорт, например. Нет, вот запах не очень, а вкус, в принципе, не прям говно. Да. За 7 сможет литроволоня пили. Ну не 7, 10. Какой-то цветочный вкус. Мне кажется, он лучше, чем вот это. Но оно очень, как сказать... Хорошо идет. Хорошо идет. Запах. Он слишком, конечно, легкий, но ты же 4% отчетов ничего хотел. Ну... Так что, так что. Я считаю, что 70 рублей он точно не стоит. 50 это максимум. Это его максимум. Не иначе тройка. Не, я тройку дам. Ну, это все тоже 3. Да, 3. Я тоже поставлю 3. 2. Объективный чувак. Объективный просто. Когуска, да? На самом низ, плотина. Так, окей. Ну ничего. Разливаем крючку чешства. Напомню, это московская пиловательная компания. То есть волчий, да? Волчок? Нет. Московская пиловательная компания. Я тебе говорю про производителя. 4,3 светлая лежак, ну все понятно. Лежак именно так называется на чешском светлое пиво. Вода питьевая, солод, пивоваренный, ничемный, светлый. Шуни, сахмельная продукция. Ну какой 4,3? Я не знаю, как вам. Просто раз, когда я его пробовала, сахмелевший, мне он как-то зашел все больше. Крючка чешского. Понятное дело, да, конечно, что... Нет, после пьянки уже было нормально. После пьянки, как говорится, пулаками не машут. Да, ничего не машут. Ты чего, наверное, вздыхаешь? Какие вы вещи рассказывали с пьянки? Твои девственные уши вянут от этого. Очень. А ты челеский? Желтый снег. Ну, на запахе, на все, ну, ничего не пахнет. Пахнет хорошо. Пахнет. По-моему, вообще ничего не пахнет. Да, не, кстати, вот нормально. Сейчас у них все пронюхают. Сейчас нормально заходит. Не, нормально заходит. Пронюхаем. Ну, кстати, если бы первую пьянку... Нет, кстати, смотри, она нормально за... Ну, может быть, я просто уже напилась, поэтому у меня уже нормально убить лёвки. Я бы сказала, да не может. Учитывая количество автору, которые здесь не пьянки. Знаете, что не нравится мне? У него какой-то странный вкус. Очень странный вкус. Очень. Я ничего не знаю. По сравнению, допустим, с тем же самым Хмелёвым, он реально странный. Он какой-то сладкий. Он какой-то вообще посторонний. Там сахар есть? Там нет сахара в составе, но я не знаю, что его нет на самом деле. Я вот, кстати, между прочим, одно время задумывалась о том, кто проверяет соответственность вот именно вот соответствия вот этих вот ингредиентов. То есть вот указано, допустим, да, на банке. Ну что там, ходят постоянно какие-то службы. Я не знаю на самом деле, как это происходит. Мне кажется, это как кафе. Да, приходят просто товарищи, мусуют котлету. Водят там в ресторан, там дают, там, соответственно, снимают тёлку какую-то. Там всё, всё, он довольно решается, он дальше не лезет. Ну, Россия. Ну, если честно, мне тогда, вот когда мы пробовали, мне кружка чешского зашла больше. Сейчас мне больше зашёл Хмелёв, как ни странно. Учитывая, что я Хмелёву поставила тройку, я должна ему поставить двойку кружечки чешского. Московская пивоварная компания меня сегодня прям зачаровала. Соскули. Два, два. Я ставлю двойку только потому, что она на похмел норму. А мне 30. Ты часто опохмеляешься? Нет, не часто. Один раз в жизни я этим опохмелялся. На похмел норму у меня даже нормально. И меня... Он такой ненавязчивый, безвкусный, послевкусный. У меня просто, понимаешь, такой в статье расходов, как на похмел нет. Я не похмеляюсь, потому что я не болею с похмелем. Я, кстати, тоже не знаю, что похмели. Я просто пил, как по... А ящик купили, и у вас ящик у нас было. Все похмелялись, а я за компанией. Даш, ты только одна стала. Похмел, если ты решаешь. Я тройку ставлю. Окей, тогда давайте считаем. Сейчас быстрее их посчитаем, подведём итоги. Так, девять, одиннадцать, четырнадцать. А мы будем дальше продолжать? Я вот смотрю. Нет, правильно ставят. То ли? Я готов. Четырнадцать. Здесь четырнадцать. А здесь... Семь... Девять, двенадцать. В общем, короче, да, с небольшим перевесом, буквально в два мало... Хмельнов не держит. У нас здесь хмелёв. Хмелёв. А вот это главное грязь. Я никогда не думала, да, что скажу, что рязань как бы... Да, вот. Смотри, там и остался. Продолжай. Это мазохист. Давайте, если дня я отшлёпла. Мы же плакали и кололись, да? Но продолжай, есть кактус. Кактус у каждого разный, конечно. Ну, ребят, смотрите, в общем, какая ситуация получается. Если сравнивать хмелёв с кружечкой чешского, дай мне, пожалуйста, то, что ты так опрометчиво прям выбросил. Но допил. Вот, но допил. То получается, как ни странно, что хмелёв, да, вот в этом поединке он выигрывает. Никогда бы не подумала, что это скажу, но да. Но цена... Потому что здесь цена... Дело вот в чём. Хмелёв, на самом деле, вообще как бы оба вот этих вот напитка, они в разное время бывают в сетевых магазинах, ну, там, по акциям, по, соответственно, сниженной цене и так далее. Вообще, так-то, они практически отдают ценовой категории. Но сейчас, вот данный момент, сегодня у нас какое число? 14 декабря 2019 года. Кружечка чешского в пятёрке у нас стоит 39 рублей 99 копеек. Хмелёв у нас стоит 69 рублей 99 копеек. То есть на уровне более-менее таких, в общем-то, среднеценовых германских там лагеров, допустим, каких-нибудь. Поэтому, да, думайте с вами, решайте с вами, имите рекомендуйте. Но красно-бел дешёвый. Не забывайте оставить лайки, комментарии писать и подписываться на канал. А я с вами прощаюсь и увидимся только в следующем обзоре. Пока-пока.